Кастротея. Ну, давайте на примере лабиринтовых рыб разберемся с основными характеристиками Кастротея. Во-первых, что с количеством потомства в каждом стране по отношению кастротея? Малое. Малое количество потомства. Потом, вот, они как бы следят за своим людьми. Да, забота о потомстве. Этот механизм называется забота о потомстве. А почему он возникает у Кастротея? А потому что у них маленькое количество потомства, они приходят им защищать его. Что бы все им не было? Вот, если бы у Кастротея была исключающая смертность, что бы произошло с этим бедом? Он бы выберл. Он бы выберл. Но потому что если у бета-бета смертность один к миллиону, а не одна самка за жизнь, даже примерно миллионок римф не откладывает, это уж целая популяция. Смотрите, что мы тогда получаем. На смену, допустим, тысячи рыбершек, обитающих на данном рису поля, приходится только один единственный выживший мальчик. Понятно, что эта популяция в 2-3 поколения исчезнет. Да. Да. Для того, чтобы предотвратить исключающую смертность, и возникает механизм заботы о потомстве. Кастротея, мы, конечно, больше раз. При этом, если мы формируем меньший лицеклет, то сколько питательных веществ можно отложить в каждую? Больше. Больше. А это значит, можно ли уже на этапе амбриогенеза снарки детеныша какими-то не только жизненно необходимыми, но и, так сказать, дополнительными. Да. Строиматериал есть, энергии ставят много. Ну, допустим, мальки лабиринтовых сразу рождаются с лабиринтовым парадом. Могут для газообмена использовать не только воду, но и воздух. Так? Это важное приспособление? Да. Важное. А вот R-стратегия. Могли бы с самого начала снабжать своих детенышей чем-то подобным? Да. Не случайно. Для K-стратегии характерны развитие специализации. Славное. И вот давайте с этой точки зрения посмотрим на эволюцию позвоночных. Я вам сейчас выписываю класс позвоночных, которые в эволюции происходят друг от друга. Начиная где-то от нижнего полиозона. Первое настоящее позвоночное появляется не в Кембрии, а в следующем периоде, в Ордовике. В Кембрии возникают древнейшие хордовые. Древняя хордовая из среднего Кембрия Китая вполне похожа на современных ланцетников. Известно о каменевшей отпечатке кембрийского возраста. А настоящих позвоночных еще нет. А вот в Ордовике уже возникают. Итак, из тех классов, которые вы знаете. Надкласс рыбы. Не будем делить на костных и клещевых. Это не отдельный класс, это надкласс, объединяющий два класса. Рыба. Затем амфимия. Затем эллиптилия. И от эллиптилий происходит наша любимая сладкая парочка. Птицы. И млекопитающие. Ну и давайте с вами подумаем. Если рассматривать этот списочек в отношении степени развития К или Р-стратегичности. В ходе эволюции случайно тасуется К или Р-стратегичная форма. Или есть какая-то закономерность. Все больше и больше становится... К-стратегичная. Да, конечно. Да, растает К-стратегия. Если нормальное количество потомства у рыб меряется все-таки десятками тысяч кринок. Ну, тысячами кринок. То у амфибик это уже сотни. У рептилий десятки. Ну, за исключением черепах. А у черепах может быть побольше. Но все равно меньше, чем у остальных. У более ранних. А у птиц и млекопитающих? Тщательно, спасибо. У меня для млекопитающих может быть один, два. Ну, один, два. Это у людей только. Значит, смотря у кого. Вот это уже очень хороший посыл. Но общая тенденция от Р к А-стратегия развития. Это понятно? Да. Хорошо. А теперь, среди тех же самых рыб, можно ли найти своих рыбьих эр-стратегов? Да, да. Ну, 300, допустим, или львуна рыб. У них на миллионы кринок счет идет. А можно ли своих рыбьих кастер-стратегов? Да. Да, допустим, лабиринтовые, которых мы обсуждали. Или совершенно фантастические рыбки с бассейна Амазонки. Копиина Арнольда. Размножение, значит, давайте смотреть. Вообще-то рыба, икру должна откладывать в водную среду. Согласны? Да. Если бринк попадает в условия не стопроцентной влажности наружу. Она уцекает. Да, просто погибнет. Отлично. Но в воде хищники есть? Да. В воде хищники есть. Поэтому для отложенной икры всегда высокий риск. Слово. Значит, как размножать скоперина? В частности, вполне конкретный вид. Копиина Арнольда. Готовы к ней самец санночка. Накодят висящий над поверхностью воды лист. Из воды то, что происходит над водой, видно. Значит, ну вот где-то на высоте сантиметров 10-15 над водой. Большой лист висит. И самец санкой вдвоем выходит вот в эту точку под листом. А после этого делают синхронное сальто-мортальное. Так, вместе выскакивают из воды, описывая вот такую петлю. На буквально долю секунды прилипают прыжком к поверхности листа. За эту долю секунды самка откладывает икринку, самец поливает молоком. И плюхаются обратно. Плюхнулись и развернулись, опять зашли в исходное кладывание. И так 20-30 раз. В результате, что оказывается закреплено вот здесь, под поверхностью листа. Минь. До кладка. Но кладка оказалась на воздухе. Поэтому самка после этих игр уйдет, а самец останется в этом месте стоять. И в течение двух суток, пока икра отрывается, он будет стоять под этим листом и все время бить хвостом. Зачем? Чтобы на них брызгать. Брызгать, поднимать фонтанчик и брызг на своих будущих детей. Смачивая икру. Вот такой кучерявый способ размножения. Скажите, пожалуйста, если бы они откладывали тысячу икринок, так размножаться было бы реально? Совершенно нереально. Да? Потому что Сибиры в своей кастер-атеге тоже встречаются. Одно из крупнейших африканских озер Тонтоника. Так, заселено огромным количеством рыб, принадлежащих к одному единственному семейству процента. Вот они все заботятся о своем потомстве, строят убежище, иногда это норы, иногда это целые такие дворцы в гальке. Внутри этого дворца кладут, кладут. А очень многие прибегают к такому страшненькому, с нашей точки зрения, способу. Так? Самка обложила икру, самец ее оплодотворил, а после этого всю икру проглотил. Так? Но дело в том, что в глотке у него большой дополнительный карман, так, значит, специально для икры. А при дыхательных движениях глотка вентилируется? Да. Вентилируется. В результате икра во рту у папы, так, она постоянно вентилируется, кислорода очень много. Можно ли теперь икру съесть? Только вместе с папой. А папа плавает быстро. Так? Что с уровнем безопасности для развития кренок? Очень резко увеличено. Но можно ли миллионы кренок набрать в рот? Если бы, даже, вы знаете, даже очень мелких миллион не наберете. И сотни тысяч не наберете. Даже если у вас огромный рот, а у кратиного пути очень большая фотоглотка, все равно это все-таки сотни. Но самое занятное, что после того, как мальки выбьются, это охранное поведение сохранится. Дальше, как вот все выглядит? Папа знакомит свой выводок с окружающим. Так, значит, плывет папа, вокруг него туча морков. И он показывает, что есть, как есть, а как только опасность, что делают мальки, завязать в рот. Папа открывает рот пошире, и вся эта стая к нему. Раз! Папа его закрыл и быстро убрал. Это происходит достаточно долго. То есть забота о потомстве, на самом деле, для кастротекичных рыб, так же, как и для всех кастротеков, штук совершенно необходима. А сколько мальков у него? Что? Сколько? Первые сотни. Нет, сколько всего мальков? У него. Да. Я говорю, первые сотни. Он знает. Бывает там 100, 120, 150, 200, я не знаю, бывает ли. Может быть, у кого-то и бывает. Сколько из этих выживает? Что? Сколько из этих выживает? Уровень выживания? Ну, давайте сами подумаем. Мы же с вами уже решали подумать. Два, два и суббота. На смену пары должна прийти пара. Совершенно не важно, сколько этих детей было. 10 миллионов или 10 штук. Все равно, для того, чтобы количество не изменилось, из поколения к поколению, на смену двух должны прийти два. Так? А это значит, что с смертностью на пути, от эстротега к астротеге. Уменьшается. Да, конечно. Причем на порядке уменьшается мертвость. Берем амфибия. Конечно, и среди них есть своя кастротегия, и своя ээстротегия. Для амфибии, кстати, очень характерна забота о потомстве. Наши львушки и тритоны, которые вообще не заботятся о бухре, это скорее редкое исключение. Очень многие амфибии заботятся. Иногда это выглядит совершенно фантастично. Допустим, есть такая амфибия бесхозная, суринамская пипа. Никто никогда не слышал? Слышал. Ага. В Южной Америке водится. Вот если вы видите какую-нибудь там южноамериканскую луфу, заводь и так далее, на поверхности которой лежит пипа, которая выглядит, как будто померла две недели назад, вот это как раз пипа в лучшем состоянии. Она всегда так выглядит. Крайне малоподвижна, тело такое рамбоидное, лапы на самом деле, ну по отношению к прочим бесхозным, раз это, пожалуй, похоже. Характернейшее размножение. Во время размножения, период размножения, усанки кожа на спине становится очень рыхлой и утолчается. Так? Во время спаривания самец обхватывает самку сзади и садится к ней на спину. В это время самка обхватывает икру. И кринки очень твердые. Самец выделяет на руки, облакотворяет икру и одновременно задними лапами вминает икру в кожу спины самки. Так? В результате вся кладка оказывается вмята в спину маме. Примерно через пару дней все это хозяйство начинает очень напоминать пчелинные соды. Так? Вот икринки. Так? Кожа вокруг них развилась и приподнялась и возникли такие камеры. Значит, где икринки развиваются? Редкий случай для амфибий у БИП не бывает головастиков, то есть нет леченичной стадии. Из икринки будут вылезать сразу маленькие лягушаты. Ну, такие пипочки. После этого вот этот слой кожи мамы, которая работает инкубатором, отпадает, он уже не нужен до следующего размножения. Ну, а дитёныш там предоставлен себе. Рептилия. Еще меньше дитёнышей. В частности, это связано с тем, что появляется огромный желток. Помните, мы с вами говорили, что размножаясь на суше, надо очень крупные дицептики формировать. Дитёныш должны быть крупными. А это значит, все рептилии заведомо кастротегичными, чем амфитами. Лейцы. Да. Ну, наконец, птицы млекопитающие. Можно ли среди млекопитающих найти своих кастротегов? Да, конечно. Можно. Своих кастротегов? Нет. Почему? Ну что, прямо миллионами? Нет. Я говорю, среди млекопитающих найти как свою кастротегичную группу, так и кастротегии – это те, кто размножаются в меньшем количестве, ага, те, кто больше. Итак, приведите пример мне кастротегичных млекопитающих. А что вообще? Мыши, разумеется. Мыши, крысы, очень многие мышевидные корзунки. Очень многие низшие сумочные. Ну, допустим, ополсуна. Так? Но это все равно, какое количество детенышей? Бывает млекопитающих когда… Нет, там десятка, полтора. Ну, от силы два десятка. У ополсуна бывает. Так? У плацентарных больше 12-14 не бывает. Сами подумайте, почему у плацентарных не бывает более 14? Потому что тогда бы если было больше, то не хватило. А у самых молочных жиров. Знаете, да? Значит, вообще-то молочные железы должны идти двумя рядами вдоль брюшной стороны тела. Ну, и сколько пар молочных желез у самки млекопитающего по максимуму? 7 пар. 14-14 лет вошел. Если 15-й рождается, какие у него проблемы? У него есть. А ему просто нигде есть. Идея понятна? Вот, но так только не у всех. Да. А почему это 7 пар, кстати? Лучше не лезет. Идея хорошая, больше не лезет. Вопрос, кстати, не безинтересный, потому что бывает 8-я дополнительная пар, как и известна сухпаховая железа. На такие вопросы очень сложно ответить. Значит, ответ на самом деле наверняка можно разработать. Но вот такого сорта вещей, почему эволюция останавливается на определенной численной закономерности, по идее очень слогово считается. Вот когда позвоночные еще только выходили на землю, по скелетным остаткам понятно, что опробовали совершенно разные конструкции конечностей. Были, допустим, амфибии, древнейшие амфибии, с 7 пальцами, то есть лапа 7 лучевая. Были пятилучевые, были трехлучевые. Кстати, обратили внимание, что во всех случаях нечетное количество лучей. Вот в какой-то причине нечетность системы опора оказывается более выгодна. Или проще сдается эмбриогенезом, это сложно сказать. Но просто в конечном итоге так отбор остановился на пятилучевые. Почему именно 5 лучей, не 7 и не 3, можно подумать. Почему максимум 14 сосков, а не 28 с половиной, тоже можно скрести в затопке и придумать. Вообще это сложно завершенный вопрос. Ну а теперь давайте смотрим, что да, кстати, о пример крайнего кастротага. Людям, например, людям. Ну и сколько же людей в течение жизни человеческая пара должна рожать? двоих двоих. Двенадцать детей. Ага. Двенадцать пятнадцать детей. Значит, давайте посчитаем. В каком возрасте псанка становится Homo sapiens sapiens полдовитом? Время шестнадцать четырнадцать в современном мире в четырнадцать лет практически сто процентов уже могут рожать. До какого возраста? До шестидесяти. Ну шестьдесят это нуля. Значит ну сорок сорок пять. По-разному сорок сорок пять. Кстати, вот этот промежуток, когда самка может родить не только у человека, у всех живых существ, будет называться фертильность, способность к зачатию. Так так вот, срок фертильности у разных народов, обитающих на земном шаре, очень разный. Как положим, где фертильность максимальная? Где в Азии и в Африке? Нет, не в Азии и не в Африке, а в местах с хорошо развитыми инфраструктурами, здравоохранением, с хорошими условиями жизни, в городских цивилизациях. Вот там девочки совсем раны становятся полувозрелыми, а взрослые тетеньки очень долго остаются способными зачатить. Минимальный срок фертильности у людей, обитающихся в суровых условиях, допустим, у горных, киргизах, у шерпов, у альмутов и так далее. Там девочки становятся фертильными после 18-19 и к 35-40 годам теряют способность рожать. Какие зависят от нагрузки на организм? А это вот такая характеристика, определяющаяся скорее суммарной системой взаимоотношений с условиями жизни. Вот. И даже если барышни беременные и рожают каждый год, сколько детей оказывается возможно, ну как раз те самые 15 детей и получаются. Значит, так что наш дитя на самом деле рассчитан как раз вот на такой уровень детрождения. 10-15 детей в паре. Так, из них какое количество должно иметь право наружу? Ну как всегда для того, чтобы количество из поколения в поколение не менялось. Так, примерно как ситуация обстоела, а сколько времени вообще человечество существует на нашем шее? Ну многое сколько? Миллион, наверное. Два миллиона. Тысяч пятьдесят. Ага, разница между миллионами и пяти и тысячами есть в математике? Да. Вы понимаете, что два порядка разницы? Значит, наш биологический вид вот в той форме, как мы сейчас 70 тысяч лет значит, порядка 110-115 тысяч лет назад родом мы с вами из Восточной Африки расселением на Туна прошло, прошло оно в три волны. Последним были заселены Австралия и вся Америка. В Америке люди, допустим, появились первые люди всего 27 тысяч лет назад. Совсем недавно. предки современных американских индейцев. А другие виды тоже Homo sapiens точнее другие подвиды. Допустим, Homo sapiens Neanderthalotis Neanderthalotis немножечко пораньше. Другие виды Homo, допустим, Homo erectus это уже счет на сотни тысяч миллионов лет идет. То есть человечество это древний вид вполне. Но даже если брать нас с вами Homo sapiens все-таки 120 тысяч лет это вполне солидное время. Скажите, пожалуйста, привычная вам ситуация с одним-двумя детьми в семье когда возникла? Семьи века. Конец 19 века. 150 лет назад. То есть подавляющая часть развития человечество вело себя как нормальный биологический вид. А вот современная ситуация которую мы считаем сейчас нормальной возникла совершенно недавно и на самом деле она крайне неустойчива. В чем беда? Беда в том что мы люди привыкли мерить время кусочками которые нам удобны. Так гадарно действует это уже много века точно безумного а для нормальных процессов на нашей планете это много или миг это миг просто миг те неприятности которые зарабатываются в ходе городской жизни просто не успели проявиться печаль в том что когда начнут проявляться вот тогда исправлять можно больше а тогда поздно пить боржом и почка оторвалась значит проявляться начинают только аккумулированные эффекты но это так же как с эксцессивным геном рецепт рецепт сразу будет проявляться а если он уже проявился что это значит а кроме того что он давно появился он уже накопился в популяции не просто появился он уже накопился только после этого проявился вот так что в городской жизни при всех ее благах масса своих скрытых проблем не у городской жизни даже а у городского строит цивилизация а вот у тех же королей у них же был один два ребенка в принципе не рожали королев по 15 10 у королей ну королев королей что же у вас с историей я же не спрашиваю о том сколько их выживало я не спрашиваю сколько их выживало если вы берете генеалогическое дерево и смотрите Карл длинноносый родил зигнуто длиннохвостов и так далее и так далее так речь то идет о тех членах королевского семейства которые мало того что выжили они еще дожили до свадьбы и еще кого-то родили да а для того чтобы дожить до свадьбы и получить ребенка да я понимаю но у Ивана Грозного трое детей вы не читали мастера Маргариту вам предстоит удовольствие помните в Угоровье вот там рассуждение такое есть что никто не знает как тасуется карта когда они говорят о родстве Маргариты и по поводу того кто ваши настоящие родители не мог бы поговорить с вашими бабушками с вашими бабушками особенно с теми кто был скромницами так у Ивана Грозного детей было ну во всяком случае за два десятка точно вы имеете ввиду законных потенциальных престолов наследников разницу ощущает не ну там несколько журн что что несколько журн вы думаете что дети у него были только от нескольких журн не так господа можно конечно считать что вот есть некоторые предписания как надо жить и что прям вот все на свете делается по предписанию но а реальный демир он под предписанием существует или как-то иначе скажите пожалуйста генетики популяции есть ли какое дело до предписания значит как и любая естественная наука работает с реальными фактами и все и все вот почему для нас в драконистике настолько важно окажется ка-эр-стратегия обратите внимание какое гениальное возможности мы получили если мы доказываем что драконы допустим более или более ка-стратегичные доказываем это хорошо и снова мы тут же имеем право сказать а да если они ка-стратегии допустим то у них забота о потомстве должна быть должна быть так специализация высокая должна быть должна быть то есть исходя из одного утверждения мы сразу целую систему фактов получаем это выгодно для нас да крайне выгодна наша задача взять же свести в единую систему все известно хорошо а теперь давайте подумаем берем ка-стратег млекопитающий скажите пожалуйста среди всех млекопитающих у каких видов будет более всего развита забота о потомстве конечно где меньше всего детей именно в этом случае забота о потомстве должна быть самой эффективной потому что ту же самую пару детей надо оставить живу так значит хорошо а теперь давайте подумаем а как же можно заботиться о потомстве что до этого с ним надо делать вот поймал я потомка и забочусь 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 она едва кормить его кормить раз верно учить его каким-то приемом ну типа засунуть камешек мертвы зуба отлично то есть передавать систему знаний которую генетически передать нельзя отличная идея еще защищать и охранять очень хорошо может еще что-нибудь итак смотрим кормить учить защищать и охранить вот это главный период и степень развития этих систем будет зависеть от того сколько детенышей рождаются причем не у данного конкретного организма вася а во всей предковой группе развития вот эта забота о потомстве она является индивидуальным капризом зверя или это врожденная программа сформирована конечно это врожденная программа сформирована а если она не сформировалась что с видом она просто вымирает здесь очень жестко так если уж мало рожает будьте добры заботиться чем меньше рожает тем основать у них забота так хорошо хорошо